Винхайд Дрэгон, Джакиро. Это пугающее, мистическое существо было найдено спящим в корнях Древа Мира. Никто до сих пор не может сказать, сколько времени Химера спала. Она очень агрессивна и действия ее непредсказуемы. Она способна управлять силой огня и льда. Джакиро, так зовут эту Химеру, задействует сразу две головы во время боя, что позволяет ей одновременно создавать ледяные дороги, попадая на которые противники тут же превращаются в лед, и испускать огненные волны, сжигая все на своем пути. Никто не способен управлять этим безжалостным существом. Сожгу тебя. А это, походу... Ну, это на вставочку. Всем добро, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас новый гайд. Гайд на Твинхайд Дрэгона. Посмотрите на этого красавчика, на эту Химеру. И сегодня, конечно же, вы узнаете, как работает Дуал Бриз, как работает Ай Спэс, как работает Ликвид Фай и Макро Пюре. Друзья, обязательно досмотрите гайд до конца. Гайд получился сочный. И всем приятного просмотра. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Дуал Бриз. Хоткей у нас Д, мы прокачали эту способность. И тут есть множество нюансов, о которых я вам сейчас расскажу. Во-первых, тут написано только о демедже, только о красной волне. Тут написано о синий, тут вообще ни слова, друзья. Ну и что ж, давайте перейдем уже. Хоткей у нас Д, как я уже говорил, дальность применения этой способности 550 единиц. Но максимальный радиус поражения у нас тут не радиус, а дальность 750 единиц, а радиус 250. Смотрите, то есть мы вот так вот делаем. Идет у нас сначала синяя, потом красная волна. Синяя волна отвечает за замедление оппонентов, а красная за нанесение урона. Ну все логично. О замедлении на этом спеле вообще ничего не написано. А на демедж, написано, есть. На демедж тут есть надписи, друзья. Смотрите, в общем, как это работает. Массовая способность поражает всех юнитов, кто находится в радиусе 250 единиц от вот этого, так сказать, сжигания и затухания. Не знаю, как это назвать. Назовите сами. И у нас получается, что расположены на персонажах такие вот дебафы в течение 5 секунд, которые будут замедлять и наносить урон. Вот они, смотрите. Причем, синий дебаф накладывается чуть-чуть быстрее, чем красный. Это значит, что замедление будет работать чуть-чуть меньше, чем наложение вот этого дебафа по урону. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я. И смотрите, как у нас работает тут все по уровням прокачки. По уровням прокачки вы прокачиваете, на самом деле, как тут написано, только ДПС с красной волны. Но на самом деле нет. Ну, давайте сначала по ДПСу с красной волны. 20, 40, 60 и 80 файр дэмэджа в течение 5 секунд каждую секунду будет вас наноситься. То есть, получается, 5 и 8 сколько? 40. Получается, 400 урона якобы должны вы нанести с этих ДПСов. Причем, длительность этой темы у нас всей 5 секунд и КД 10 секунд. Монокост разный. 135, 140, 155 и 170 маны будет требовать данная способность. Ну и что ж, и о синей волне нужно тоже поговорить. Синяя волна у нас отвечает за замедление, как я уже говорил. И в зависимости от уровня прокачки она будет такая. 28, 32, 36 и 40 процентов замедления будет на всех оппонентов, которые будут подвержены этой синей волне. Ну и будет замедление скорости атаки. 28, 32, 36 и 40 единиц скорости атаки будет замедлено у оппонентов. Эта способность наносит магический урон, поэтому не работает эта способность на БКБшних юнитов. И все замедления можно развеять с дотками любым развением, друзья. Смотрите, какая специфика спела тут есть. Когда вы кастуете вот эти волны, вы можете уйти от красной волны и не получить на себя вот этот, так сказать, дебаф, который будет сжигать у вас хитпоинты. Как его заигнорить, я вам покажу примерно. То есть вы должны вот так вот получить, видите, вы получили просто замедление, но не получили сейчас урон. Это именно специфика данной способности. То есть ТХД нужно будет уже самому рассчитывать как-то, чтобы, ну вот, задеть всеми волнами, чтобы получить, вернее, чтобы наложить на оппонента замедление и вот эту вот дотку, которая будет сжигать его хитпоинты. Очень простенький спелл применения, ребят. Ну и в принципе тут более нечего рассказывать. Вроде неплохой спелл, ДПС хороший, хорошее замедление, КД хороший, хорошая длительность. В течение 5 секунд вы будете замедлять и наносить урон. В принципе, на этом все, друзья. Поехали next-овую способность смотреть. Что ж, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Ice Pass. Ice Pass это очень прикольная способность. Такая у нас стеночка будет ледяная, которая будет станет всех оппонентов, кто будет в нее либо заходить, либо если эта стенка сразу же, так сказать, закастуется на оппонентов и она при этом еще нанесет немножко урона. И длительность стана тут также у нас увеличивается с уровнем прокачки. Но также еще КД улучшается и всякий прочий момент. Давайте прокачаем эту стенку. Хоткей у нас Т. И смотрите, дальность применения 1200 единиц. Сейчас делаем такую стенку. Оба, мы в нее зашли. Видели кратковременный стан? Этот кратковременный стан сигнализирует о том, что стенка уже пропала. И мы не сможем быть застанены на то время, на которое вот тут вот мы, так сказать, прокачали стенку. Конкретно сейчас стенка у нас третьего левела и должна застанеть на 1.8. Смотрите. То есть можно в нее зайти. Мы застанились. Опа, простояли. Стенка падает сразу же. И падает, так сказать, стан вот этот. Или можно вот так вот застанить. То есть тут уже будет стан, конечно же, дольше. То есть понимаете эту тему, что если вы стенкой не попали, то вот так вот именно в оппонент. То есть вероятно, что он застанется, вернувшись в нее, так сказать. Ну, он поворачивается, чтобы ее, допустим, обойти. И немного мискликнул и зашел в стенку и застанился. И стан коротковременный из-за того, что стеночка уже пропала. Ее действие уже заканчивается. Ну, и в принципе, по уровням прокачки тут все просто, друзья. Про дальность применения я сказал. Малрадиус вот этого замораживания 150 единиц стенки. То есть вот стенка, это вот середина. И вот примерно вот сюда это 150 единиц. То есть почти в упор нужно в стенку зайти, чтобы застанется и получить урон. Урон, к слову, у нас на всех левелах 50 уронов всего. Эта стеночка нанесет. Но у нас прокачивается длительность стана всех оппонентов, кто заходит в эту стенку или кто просто накрыл... Кого просто накрыло этой стенкой. Смотрите, 1, 1,4, 1,8 и 2,2 секунды стана будут у нас, так сказать, в распоряжении в нашем времени. И смотрите, КД 12, 11, 10, 9 секунд. Ну и монокос 90 маны. Простенькое применение. Закинули, там подожгли и все. То есть оппонент получил свое. Эта способность наносит у нас магический урон. Ну и блокируется всякими БКБшками, так как это обычная способность. Оглушение можно развеять. Очень простенькая тема, друзья. Пользуйтесь, не болейте. Поехали на третью способность. Друзья, третья способность на нашем персонаже это Liquid Fire. Liquid Fire очень классная способность тем, что позволяет выгонять оппонентов с линии, накладывая на них дебаг в течение 5 секунд, который их будет дамажить. И еще при этом у них будет замедлен атак спид. Это реально крутая тема. Эта способность у нас может быть вот так вот на автокасте. Можно ее выключить с автокаста. Хватки у нас Q, и вы можете также через Q вот так вот закидывать в оппонентов. Вот смотрите, какой красивый эффект. И поджегся у нас оппонент. И при этом еще эта способность массовая. В АОЕшке 300 единиц может вот эта тема, так сказать, сполыхнуть. Смотрите. При этом это еще у нас имеется орбоэффект на этой способности. Но, как вы видите, у меня есть дезолятор. И можно сделать вот так. Так, смотрите. Бьем. Дезолятор не накладывается. Но следующая тычка позволит вам использовать орбоэффект. Это прикольно. То есть, во время того, как вы используете третий спелл, у вас не будет накладываться минус армор. Так как мы уже ударили, тут уже есть минус армор. Поэтому не надо в комментариях писать, что Азез ты не прав. Это работает так же, как работает Мьелнер. То есть, во время вот этого Мьелнера, когда он вылетает, вот эта тычка, она не позволяет использовать какой-то другой, допустим, орбоэффект. То есть, дезолятор. Понимаете, как это работает? Ну и, в принципе, давайте поговорим уже окончательно об этой способности. В зависимости от уровня прокачки, тут у нас улучшается ДПС и улучшается замедление скорости атаки. Смотрите. ДПС. 12, 16, 20 и 24 демэдж пер секунда в течение 5 секунд. А замедление скорости атаки у нас такое. 20, 30, 40 и 50 процентов замедление скорости атаки будет. При этом, КД у нас 20, 15, 10 и 4 секунды на данную способность. В течение 5 секунд у нас все оппоненты будут замедлены. Давайте я вам покажу. Смотрите. Они будут замедлены и получать будут у нас ДПС. Дэмэдж. Смотрите. Смотрите, как они горят. Очень прикольно. И эффект мне реально очень нравится с этого горения. И это реально круто. Закидываем и все. Оппонент у нас поражен. Причем, тут есть такая еще приколюха. Это, казалось бы, ребятки, таргетная способность. То есть мы можем нажать кнопочку Q и нажать на оппонента. И в него спокойно закидывается эта способность. Но у нас тут линка. Видите? Линка не сбивается. То есть наша способность не может сбить линку. Но у нас тут есть еще одна неприятная вещь, которая позволяет нам багнуть эту способность. К сожалению, она не вылетает. Она очень дико. Эта тема бесит. Давайте покажу вам ее. Смотрите. Сейчас у нас спелл вылетел. Сейчас у нас спелл вылетел. А сейчас он у нас не вылетит. Смотрите. Вот. Видите? Багнулся. Спелл. То есть он ушел в КД, но не полетела третья способность. Это очень сильно напрягает тем, что если эта способность первого уровня в течение 20 секунд, если вы вот так вот багом прогуливаете эту способность, это очень плохо. Почему так получается, что эта способность у нас багается? Из-за того, что дальность применения этой способности 600 единиц, и когда вы превышаете эти 600 единиц, у нас персонаж не может использовать третью способность. То есть, ну, просто не может из-за того, что не позволяет механика игры, дальность применения уже у вас превышена, и из-за этого у вас способность не кидается. Ну, и, конечно же, вы прогуливаете эту способность. Очень неприятный момент. Ну, и самое, наверное, интересное у этой способности, это то, что эта способность может наносить урон всем таверам. То есть она может поджигать тавера. Но, как видите, тавер у меня здесь в соло лобби неуязвим, но знайте, что третья способность дамажит тавера. Это очень круто. Причем, если крипы находятся под тавером, вы накидываете в тавер третий спелл, и все крипы также будут у нас подвержены вот этому дебафу. Тавер будет у нас также замедлен в скорости атаки, и, конечно же, будет получать ДПС. Причем ДПС он будет получать очень дикое, там реально очень много урона, и с одной пачки крипов спокойно вы можете сломать тавер. Ну и что ж, и самая тоже прикольная фишечка по поводу этого спела. Это у нас магический урон, но эта тема у нас работает в БКБ. То есть вы можете этот огонь кинуть в БКБшного юнита, и от этого юнита в радиусе 300 единиц будут все поджигаться. Несмотря на то, что он находится в Блэкингбаре. Но, естественно, на самого юнита, у которого Блэкингбар, к сожалению, на него ничего положиться не может. Ни этот дебаф, ни ДПС, ничего, к сожалению, работать на него не будет. Друзья, в общем, вот такая вот третья способность. Надеюсь, она вам более чем ясна. Она пушит тавера, очень можно хорошо душить оппонентов. Ну и, конечно же, массовый вот этот в 300 АОЕ демош весь, который вы можете наложить на оппонентов. Это реально круто. Ну и атак спид, замедление, это реально пушка. Теперь мы перейдем уже непосредственно к ультимейту. И сейчас вам тоже расскажу много интересных вещей, друзья. Поехали. Друзья, в дополнение к прошлой способности, мы можем тут, кстати, заметить вот этот огненный шарик, который маленький крутится. Он сигнализирует о том, что наша способность сейчас находится в готовом состоянии. Но когда шарика нету, то значит, что способность у нас в КД. От КДшлой способности шарик появляется. Это в дополнение третьей способности. Ну и что ж. Следующая способность у нас это ультимейт уже. Он называется у нас Макропюре. Макропюре позволяет, Макропюре, я не знаю, как будет правильно, позволяет у нас поджечь какую-то определенную область на определенном расстоянии и на определенном радиусе. И там будет постоянно вот этот полыхать огонь. И все, кто будут туда заходить, будут подвержены такому поджиганию. У них будут жопки гореть. Ну, эта тема не будет накладывать какой-то дебаф там или тому подобное. Просто будет на месте пепелить. И все. Смотрите, в ходке у нас R, прокачиваем данную способность. По уровням прокачки поговорим чуть позже. Сначала посмотрим, как эта способность в целом работает, а потом уже поговорим о других моментах. Смотрите, дальность применения этой способности у нас имеется такое. 900 единиц. На дальность 900 единиц вы можете так поджечь землю и все будет хорошо. И радиус 240 единиц. Давайте кастанем. Смотрите. Появляется у нас вот такая вот тема. И все, кто начинает у нас сюда заходить, они начинают поджигаться. Смотрите. Опа. Выходит и все. И перестает наноситься дэмэдж. Очень прикольная тема, позволяющая реально вносить в драках очень много урона. И у нее, кстати, хорошая длительность у этой способности. Длительность 10 секунд. Также тут есть аганим. А аганиме чуть-чуть позже погорит. Друзья. Друзья. Смотрите. В зависимости от уровня прокачки тут будет у нас наноситься дпс тоже. Так же, как и в принципе на всех способностях у нас персонаж вообще дпсер. Такой страшный, который будет контролить жестко. Ланайву там. Таких персонажей. Там нерубов. Там ассасинов. Да, очень много дпс. И неруб ассасин не любит такие дпс. Ну, а ну барак, да. И знаете, из-за карапаса он не любит эту тему. Ну и что ж, по уровням все просто. На первом уровне 100 дэмэдж персеконда будет. На втором 140. И на третьем 180 дэмэдж персеконда будет наноситься всем, кто будет находиться в этой, так сказать, луже лавы. И калдаун у нас 60 секунд. Монокост у нас такой. 220, 330 и 440 маны будет требоваться для того, чтобы использовать эту данную способность. Блокируется и к иммунитетам, к магии эта способность. Эта способность наносит магический урон. Соответственно, кто у нас будет находиться в БКБ в этой способности, тем будет, в принципе, кофиг. Они могут тут даже танцевать. Я не знаю. Ну и что ж. Тут, блин, я не знаю. Больше тут, в принципе, нечего рассказать по данной способности. Просто поджигает вот так и все. Длительность 10 секунд наносится дпс. И самое интересное-то, что тут есть. Это можно поговорить сейчас о аганиме. И тут реально интересно, друзья. Давайте перейдем к аганиму. Итак, друзья. Что ж. Наконец-таки переходим мы к аганиму на нашем персонаже. Я знаю, про аганимы вы видосики смотреть не любите. Поэтому будет полезно для вас рассказать в гайде о аганиме на данном персонаже. Поднимаем. Первое, что мы можем заметить, это такой классный эффект. Посмотрите. Какой прикольный эффект. Типа у нас персонаж извергает лед и огонь. Это очень прикольно. И сразу понятно, что у ТХД есть аганим. И что он у нас улучшает? Он у нас улучшает абсолютно все здесь на нашем герое. Он улучшает, смотрите, по уровням прокачки ДПС. 125, 175 и 225 демэдж пер секунда будет наноситься. У нас увеличится длительность данной способности. Она становится 20 секунд. В два раза получается. То она была 10, а стала 20. 20 секунд будет земля вот так вот подожжена. Это круто. И дальность применения у нас 1800 единиц. То есть была 900, стала 1800. То есть в два раза улучшает наш ультимейт. Ну и что ж, мне не терпится проверить. Давайте подожжем. Смотрите. Вах. Прям вообще пушка. Посмотрите, насколько далеко эта способность работает. И насколько долго она будет работать. Бедный Зевс у нас тут стоит, не знает, что делать. Да, бедный Зевс. Что ж, друзья. Вот такая вот у нас ультимативная способность стала. Посмотрите, как долго работает. Реально. И радиус. Смотрите, какой прикольный у нас тоже. Радиус у нас, кстати, не изменился. 240. Но кажется, как будто ульт стал объемнее. Но это из-за того, что, наверное, просто эта способность, она у нас такая стала более длинная, что ли. Я не знаю. Ну реально, она просто в два раза больше. Аганим полностью в два раза улучшает нашу способность. Наша макро пюре. Ну и ДПС, соответственно, становится более опасным. То есть во всей комбинации там просто нереальное количество демеджа будет наноситься оппоненту, который будет заходить в эту лаву. Причем вся вот эта способность, блин, ультимейтовая, она реально прикольна тем, что не обязательно там, знаете, вот, то есть если вы вот попали вот так на оппонента, то значит он там должен получить сразу урон и уйти. Эта способность будет вот так вот пилить. И оппоненты могут так, знаете, я иногда сам тоже ошибаюсь, то есть думаешь, она сейчас уже пройдет, эта способность, но она не проходит. И вот так вот проходите и получаете демедж. Реально крутая способность, друзья. ДПС увеличится, увеличится длительность, увеличится дальность. Ну и в принципе это все. Вот такой вот агоним у нас на ТХД. Друзья, что ж, в принципе теория на данном персонаже подошла к концу. Я думаю вам его способности более чем понятны. Все это у нас способности, которые могут наложить огромное количество ДПС на лицо оппонентов. И, конечно же, хорошая стеночка может помочь нам в использовании нашего ультимейта, так сказать, сделать нашего героя более импактным персонажем. То есть вместе со стеночкой внести как можно больше урона. Ну и что ж, сегодня мы будем делать нашего персонажа в три игры. Первая игра у нас будет эта четверка, вторая игра будет эта у нас миндер. Будем раскачиваться по-разному. И третью игру мы сделаем керри, джокируя чисто по фану. Ребят, чисто по фану, вы не собираетесь так, пожалуйста, не руиньте никому. Я могу на своем опыте собраться так, пофаниться, в принципе, для вас, для контента. Но некоторые также могут, в принципе, сделать. Я не скажу, что я там оверсильный игрок, просто я могу на опыте это все сделать. Как бы я уже играю 14 лет, реально, и могу что-то такое интересное показать. Ну, то есть это можно сказать вам чисто на контент, на фан, друзья. Не принимайте прям серьезно к слову, что я там оверсильный игрок и тому подобное. Нет, если бы у меня не было опыта, я бы не делал для вас гайды и не рассказывал бы ничего. Друзья, в общем, вот такой вот у нас сегодня герой. Давайте посмотрим прикольный геймплей. Ну и, конечно же, не забудьте оставить комментарий, какой гайд на Next вы хотите. Но вы уже знаете, кто будет у нас на Next. Поэтому, друзья, что ж, пожелаю всем приятного просмотра. И спасибо, что смотрите именно меня, друзья. Поехали. Так, друзьяшки, ну и что, загружаемся мы уже. Это значит, что сегодня время пикать Твинхэд Дрэгона. Что ж, на ТХД на самом деле есть несколько фишек, как играть. Можно играть в четверки, можно пойти через центральную, и можно пойти фаново в керри, как мы, конечно же, пойдем. Но не на этой каточке, друзья. У ТХД есть еще несколько путей, как ему отыгрывать. Можно в пуш играть через третий, можно через первый, второй, чтобы выходить в более полезного персонажа, который будет, так сказать, помогать дизейблить, давать там станчик вовремя, давать замедление. И все такое в этом роде, друзья. Поэтому, как бы, времени нет смысла тянуть. Если у нас никто не идет на центральную, значит, на центральную идем мы. Это в первой катке. Ну, в Next катке сыграем через четверку. Погнали, центр. Не вижу, что у нас есть какие-то мидери. Мидери. Ну, иди. Окей. Пусть идет. Пусть идет тогда. Коу, тогда куру возьмем. Куру возьмем. Просто... Ага, меня тут уже спалили. Спалили. Так, феникс. Феникса тяжело будет убивать. О, Лего. Лего это лайфстилер. Ой, очень серьезные пики против нас. Какие-то. Ну, Сларк идет центральную. В любом варианте. Давайте вот так сделаем. Погнали на низ. Ладно, ничего, ребят, страшного. Так я понимаю, мы тут пойдем в четверки. Все же, куру я купил. Варды я уже не потяну, потому что нужно что-то себе взять. Поэтому пойдем так. Считаю нужным. Тут, в принципе, можно будет покачать первый, второй. Потому что у нас на линии Урса. Урси постараемся дать... Дать Урси максимальный фарм. Попробуем. Так, ребят, давайте на первой каточке у нас четверочки. Попробуем. Будем ставить хотя бы дефолтные варды. И пойдет. Пуджу 30 раз надо написать. О том, что Сларк идет центрально. Так, Огород идет. Дворд стоит. Покус. Подставил так. Погнали. Стеночку даем. Монету забирай. Все, уходим. Да не, 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 не надо Урси. Пойдем отсюда. Их там сейчас будет. Надо будет еще одну стенку, походу, откидывать, да? На подсейв. Все. Пойдет. Рубим деревце. И нормально. Спасли нашему горе-керри. Горе-керри. Жадницу. Сейчас посмотрим, кто будет на линии. Если будет Феникс на линии, будет очень неприятно. Ну, а что поделать? Что поделать? Постараемся подзонить. Можно будет качать третий. Ну, вообще лучше первый и второй качать, потому что у нас Урса как-никак на линии. Подзоним немножко Фениксу. У Феникса армора нет, смотрите, но он купил. Молодец. Я зоню. Я зоню. Я его зоню просто. В армии. В армии. И линию старайся не пушить. Он все равно будет пушить. Наверное, парень неопытный. Я хочу пойти поотводить. Пойду отвод сделаю. О, гнольчики как раз. Пойдем. Дабл отвод сделаем. Ребят. Некоторые спрашивают, как делать отводы. Берете и делаете отводы. Просто атакуете. Крипчика. Смотрите линию. Подблочите вот тут. Крипчика. Крипчики. Опа. Желательно срубить вот это еще дерево. И постараемся сейчас второй кэмп привезти сюда. Можно почти сразу. Везти его. Оп. Хорошо. Этого крипа забираем. Этого крипа забираем. Этого крипа забираем. Этого крипа забираем. Все. И крипы у нас уехали. Ну, а единственное, конечно, это неправильно, что Урса сейчас будет хапать. Но. У него там было несколько крипов. У него есть щиточек. Нет, щитка нет. Но есть сапог. Может побегать спокойно. Постараемся вот этих крипов тут сразу же и посливать. Чтобы Фениксу не досталось экспириенса. Это, так сказать, удел четверки. Сейчас левел проапаем. Чуть. Хорошо. Видите, крипы у нас, к сожалению, выживают. Добили. Хорошо. И экспириенс создали полностью Урси. В принципе, все неплохо. Попробуем немного погонять, пацана. Оттенку наперед даю. Улетит, да? Полетел. Полетел пацан. Нормально. Ббб. Пойдет. Погоняли. На next уже дай его в него не будет. Возьмем сапожок. И надо на руну сходить. Не попал в стенки. Плохо. Его все равно не задрачу никак. Он фаер спирит и качает эти. Ой, это гг. Урси его сейчас убьет. А нет. Не удалось. У меня кд было. Я тут ничем не помог бы. Пойдет. О, там не в корном еду. Смотрите, какой сладкий. Попробуем. Хорош. Хорош. Апмэксп. Добили. Ну, бегаем как на четверке, ребят. Тупо отру. Надо какой-то импакт вносить. Сларку, хилку. Давайте отдадим. Пусть тащится. Что делать? Все равно саппорт. Феникса, конечно, хрен. Пен задолбишь. Хрен его задолбишь. Что у нас вейва прокачано. Стенкой не попал, но с руки попаду. Замедление есть. Давай, давай, давай. Пойдет. Стенкой не попал, но ничего страшного. Зато первый у нас под раскачанный. Парнишка у нас пострадал. Оп. Еще раз стенку берем. Давайте два дефолтных варда поставим. Сейчас как раз руна будет. Крипчиков уже не успеваем отводить, когда рядом с лесом проходите. Иногда можно крипчиков простакать. Бегаем на четверке. А что делать? А что делать, ребят? А что делать? Заставляют, ребятки, бегать нас на четверке. Что, попробуем? Но у него, по-моему... Оп. Ну, я попал. Давайте пробовать. Бьем, интересно. Нет. А Сларк умер, да? Печалька. Печалька. Ну, не хватило нам немного урона. Сларк там в крипах запутался, ребят. Тоже бывает, бывает. Ничего страшного. Подвели ему, можно сказать, мидера. Ну как? Я, в принципе, дал все. Просто дело случая. Я вот не хочу, чтобы он сейчас шестой левел апнул и дал мне рипера сход. У него нету кнопок, бро. Была уже кнопка, но было уже поздно. У меня маны нет. Маны. Маны нет, ребят. П. Хожу и го. Вот так, напишем пацанам. Что можно взять, ребят? Вообще, в четверке обязательно собирать какую-нибудь мекку, грифсы. Ну, грифсы это дефолт, ребят. Грифсы это дефолт. Давайте и будем тогда собирать мекку, там что-нибудь такое. А почему нет? Раз мы саппортим, если честно, саппортить я не очень люблю. Потому что зачастую нету игроков, которым можно саппортить. Йо-йо-йо. Поможем мы, пацану? Как думаете, успеем? Успеваем, по-моему, да? Нет, не успеваем. Путша, можно атаку? Можно было сейчас с Пуджом на Найкса подушить, мне кажется. Азэ. Ну, я просто так сюда ТП сделал, походу. Шестая минута. Давайте левел даппом, уже вот с этих двух грибов уйдем на руну. Пусть, пусть, пусть. Путш. Падла схитчивает. Все, погнали. Первый я раскачиваю. ВББ. А у него нету кнопок. Ой, на рипера и все, улетает, да? Только в туман войны зайди, бро. Все, молодец. Зашел в туман войны сразу. Пассивочка загорелась. И ничего страшного ему не стоит. Ой-ой-ой, смотрите. А как же мы тут вовремя будем-то? Не-не-не, Некролайта будем убивать, ребят. Некролайта. Некролайта убили? Убили. Даже стенку не юзал. Отлично. Пойдем монетку брать. Хорошо. Ппшечку и еще вардик берем, ребят. Ну, а что делать? Что делать? Саппорты. Мы саппорты, друзья. Не забываем. Мы саппорты. А феникс там, конечно, заряженный. Сарис, сгорит? Нет, не сгорел. Радует. Седьмой левел. Феникс. Ульту не будем на шестом брать. Не вижу смысла от нее на шестом левеле. Вообще, в принципе. Урона мало, но что поделать? Что поделать? Саппортим, ребят. Саппортим. Такое. Даже не знаю, что я буду на превьюшке вставлять. Какую картинку? Ведь саппорт четверка, в принципе, априори ничего не имеет. Такое, знаете. Ля, что, МХ подрубил, пацан? Давайте замедлю. Оп. Ага. Понял, понял, братан. О, Огр. А вот это страшно, на самом деле. Сейчас меня, ой, вот это еще страшнее. У меня тут скалопендра выбежала. Это еще страшнее. 200 маны почти есть у Феникса. Попал спиритом. Вот ты засранец, а. Ля, какой задрот на Фениксе. Как он так? Подождите. Вот, блин, я не поверю, что тут вард стоит. Он не может знать, что я там мансую. Неужели мапхакер? Вообще, в последнее время, ребят, очень много стало МХ-шников. Очень много. Что на стримах у меня их очень много стало. Что в играх, вот в гайдах. Вообще ужас, просто невозможно уже писать. Нормальный геймплей. Это ужас какой-то. Успеем откинуть. Успел, но вряд ли я тут живу. Феникс, по идее, будет сейчас. А, нету маны на ульт. Ну, давайте, рипера в меня, товарищи. Нету маны. Умирает. Да, хорошо. Это хороший размен, друзья. На самом деле, это хорошее. Когда они саппорта четверку бегут убивать и тратят на него рипер еще, это очень хорошо. Еще и Феникс умер. Это очень хорошо. Это очень хорошо. И у нас еще есть спейс Урса. У нас, смотрите. Душит. Душит. Урса душит. Так, ну что ж. У нас есть мана вообще на Аркану. Урса у нас зашел. Тут бьет Рошана. Ожесточенные драки. Уже 26 стаков. Смотрите, 540 урона. Вообще 1200 урона максимум Урса может на стакать. Молодец, Урсик. И надо сейчас что-то помогать. Вообще, знаете, какой офигенный артефакт для нашего героя? Атос. Кто бы мог подумать, да? Но, когда вы закидываете Атос и кастуете макро пюре, это очень жестко. Очень жестко. Сларк третий раскачивает. Ну, в этом пике я бы рекомендовал ему второй раскачивать. Успеет он таки кнопку нажать Феникс. Да, успевает. Это ГГ парни. Это ГГ. О, меху сделаем. Стараемся. Не удалось там пацанов. Вот так вот. Что там, Сларкич? Гоу, убьем. Сларк. Я тут не достану. Тут нужно, чтобы Сларк обошел сзади тавора. Пойди. А, ты решил в наглую? О, понимаю. Ну, стенки нету. Вот она есть уже. Успеет кнопку нажать? Хорош. На развороте можем? Почти, почти. Ой, хорош. Ну, мой фейл. Ля, что мне так... Вы видели, что ТХД сделал? Жесть. То есть я нажал, он стоял, тупил, а потом только закастовал, когда чел уже ушел. Я последнее время поражаюсь с этих каких-то лагов, багов. Я не знаю, ведь я нажал заранее. Я нажал заранее, чтобы кнопка нажалась. Надо будет пересмотреть потом мне на записи, потому что, типа, ну такое, но это вообще бред тотальный. Какая-то ужасная история. Серьезно, ребят. Что это такое сейчас было, я нихрена не понял. Да забирайте монету эту. Гоу, к пацанам. Там пацаны. Дерутся. Хорошо. С Таном попали, это главное, ребят. И размениваем. В Кату залез, он в Кату залез. В Кату, в Кате, в Кате. Он в Кате, ребят, он в Кате. Ребятам пофиг, они побежали. Я не понял, ребят, если честно, что сейчас произошло, но это было жестко. Видимо, какой-то вот этот долгий каст. Бля, я не попал. Не попадаю в стенку. О, го-го-го. Го-го-го-го. Собьем, собьем. Молодцы. Молодцы. Аркана, КД. Ребятки. Аркана, КД. Чисто такого саппорта мы вышли. Арканы 5 секунд. Сларку, видимо, мана не нужна. Раз он так убежал. Но, блин, как мне тогда... Ну, окей, соло буду юзать. Го, купим тпшечку. Купим тпшечку. Дефолтные точки надо завардить, друзья. Погнали на нижнюю руну. Тут у нас вардик стоит, рунку видно. Все вроде неплохо. Аркана есть у нас. Это хорошо. Я, если честно, не понял, почему... Вот я до сих пор думаю, почему там такая долгая задержка была перед кастом. После второго... Первого спела. Почему такой долгий каст был? Не знаю, может я что-то не то нажал. У меня герой просто стоял. Герой просто стоял. Сейчас будем уже ульт вкачивать. Сейчас вкачаем ульт. Правда, тяжело будет с тем, что монопул большой требуется. Для того, чтобы юзать ульт. Коус мака завязаем. Побежали по варде. Феникс, походу, тупо в радик выходит. Ну да ладно. Ставим здесь вардик. Регенерация. Сларк, ума, ну дадим Сларк у нас и все. И так может все. Тэшки. У нас меха есть, кстати, тем временем, друзья. Вардик взяли. Мы можем подраться смело любого килл. Под кнопками. О. Оп, стана. А, нет, стана я не прописал. Ой, опасно. Опасно. Нет, только не тхд, ребят. Только не тхд. Тхд трогать не надо. У, зряшет, смотрите. Куру, 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 дайте. Феникс, ультуй. Сбить можем же, бро. Мужчина. Мужчина. Попаду? Не попал. Печалька. Есть. Слардар, гоу, драться. Гоу, запилим, запилим сейчас. А, на фейзах ему пофиг вообще. По огоньку бежит. Сгорит сейчас. Нормально. Блин, столько косяков с этими стенками, на самом деле. Это целое искусство попадать в стенки, друзья. Поста на низу. Ничего, сейчас будем отменять, короче, тупо. Стенки попадать в целое искусство. 1200. Расстояние. Очень много, ребятам, косяков делаю. Next. Сделаем что-нибудь типа Атоса, наверное. Там от Легиона вообще надо какой-то под сейв. Сларк на низу, да? Пойдем, поможем Сларку. О. Есть. А, я уже ушел. Все, ушел, ушел. Это опасно Сларк сейчас делает. Сейчас на рипера просто посадит он его и все. Он просто на рипера посадит и все. Мага нет, надо на базу сейчас. Мы сейчас этот купим. Стапу виза 3. Виза 3. Пойдем домой. Вообще, можно взять... Если мы идем в такие раскасты через первый, можно взять вообще этот... Дискорд. Давайте возьмем Дискорд. Почему нет? Возьмем Дискорд. Ля, я четверка, которая еще и имеет слоты какие-то. Это радует. Это радует. Пойдет. Пока не будем. Лад, лад полсы. Ребят, запомните, что латенс можно только один раз сделать, чтобы у вас все было нормально. Если у вас постоянно лагает, вам лад не поможет. Максимум, что вам может помочь, если у него фриза сейчас, это поставить 100 латенс. Выше 50 латенс поставить. Только тогда будет, может быть, нормально. Но и то не факт. А вот парень как спамит, лад, 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 лад. Это ему не поможет. Это все равно, что типа он будет писать, ну, постоянно. Я дурачок. То есть, я не знаю. Так что, друзья, запоминайте, что латенс не будет давать никакого преимущества. Вот так, если постоянно просить лад, лад, лад. Я написал уже несколько раз латенс, но он все равно просит. Ну, я, блин, вежливый. Поэтому я дал ему латенс еще раз. Так, что там, на низу у нас урсик, да, бегает? Ага. Ага. Что-то у него даггер. Кстати, если я стеночкой попаду, то можно задушить. Стенкой далеко тут слишком. Далеко. Если бы была бы ночь, были бы шансы попасть больше. Потому что ночью меньше вижена, легче попадать. В нем-то увернуться от нее. Плюс это 85-я. Она намного больше, эта карта. Она намного больше, эта карта. Поэтому на этой карте тяжелее попадать способностью. Почему шторм тут не такой актуальный, как на 83-й? Потому что карта большая. Чтобы передвинуться с одного хвей на другой, надо больше мат. Что будем душить? Не будем ничего душить. Что там у легиона, кстати? Лотар. Блин, ну там два лотара уже, надо центре покупать. Два там лотара уже. Чудется покупать гору центрей. Еще один центре бы купить. Вот, во-во. А, нет. Ну все, пусть капает тогда. Золотишко. Вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Саппорт четверка убегает. Так, ну что делать будем? Славдариус уже нахопался. Найкса там загрыз. Гоу, плюнем в тэшку. Вот так вот делаем. Тавр на пассиве падает. Два центря есть, можно поесть. Гоньк. Хорошо. Ой, меня закинул каку. Гоу вместе. Гой низ, парни. Повер. Блин, никого нету, да? Вообще. Сейчас легион просто придет, сломает нас. Я просто третьим закидываю. Парня подсейвливаем, отходим. Все, нормально. Забрали, ребят. Забрали. До дискорда, кстати, копеечки остаются нам. Сларк себе лотар несет. До дискорда копеечки. Ну, пока вроде саппортится нормально. Команда адекватная. Два дефолтных варда главные стоят, и все остальное мелочи, друзья. Дискорд, 900 золота, да, такие стоят? Да я опять стенка не попал. Как же ей, на самом деле, отвратно? О, нет, нету кнопок. Ну, даю мекку, но ничего тут не поможет. Там еще и найкс. Чтобы вы понимали. Там еще и найкс. Да, я мансую, чтобы уйти. Четыре героя. Да надо вместе собраться просто. Вот и все. Бля, ты куда идешь? На базу тпшку отсюда. Не хочу. Не хочу тут стоять. Слишком опасно. Никого нету рядом. Я просто сейчас умру под табором даже. И все. Парни, го, вместе. Пожалуйста. Он опять пошли соло браться, браться. Ну, урса душит, это понятно. Молодец. Даже без меня. Красавчики. Но под моей помощью там вообще шансов у них не будет. Вообще шансов не будет. Мне бы стенкой научиться попадать. Типа хз. Аурса минус. Дракпакт нажми. Хорош. Пойдет. Денег на варды нет. Есть дискорд. Сейчас будут драки. Будет сейчас весело. Хорошо. Как хорошо, что все эти горения стакаются и очень много урона получается. Сларк маны даем. Давайте купим вард. Сейчас второй вард купим. Все, поехала. И надо дефолтные точки заварить. Кто мне помогает? Еще вардит путь помогает. Вон, Слардар опять умер. Так раз фидит, парни. О, стеночка попал. Ля, какой у меня ульт. Заходи сюда. Ой-ой-ой. Смотри, что умею. Я просто сгорел. Лего полудохлый. Ля, не добьют, да? Ну, печально. Ну, надо в пятером просто. Соло так какие-то мовы делать. Не очень. Легион в БМ меня убил. Ля, там два блейдмейла. Прикиньте, как будет жестко, когда я буду макрофюре кастовать. Это будет ГГ. Урса может тут выжить, и они выживают уже. Ой. Так. Парни, пожалуйста. Послушайте, что пишу. Соберитесь. Все в пятером. А не соло. Пожалуйста. Ребята, послушайте. Пожалуйста. Ну, реально. Насколько сильно нужно упрашивать своих тиммейтов сыграть правильно. Собраться в пятером. Взять сейчас центрячки, которые я взял, и пойти просто задушить. И все. Блин, это не сложно. Реально. Го. Топ деф. И мид атаку. Пожалуйста. Я как раз заваржусь, там все сделаю. Это не сложно. Это не сложно. Я пока вардик тут кну. Надо дефолтный вард поставить. И поставим. Сейчас пойдем на низ. Еще одну задувочку даем тут. Задувочку даю. Да, вот это, как говорится. По-дурацкому сказать надо обязательно. Так, ставим тут еще вард. А тут такой. Обс. Центревич. Центревич, Обсович. Поставим. Уйди. Уйди. Охоянный. Обсич забирает там, да? Гоу вместе. Гоу. Вместе. Парни фармят. Я просто не знаю. Стадия лайнинга закончилась, и нужно душить вместе. Все. Забрал. Гоу вместе. Сюда стеночку. Отлично. Попадаю стеночкой, забираем просто. Молодцы. Оу, некр. Даем вот такую штуку, стенку. Макро пюре. Вот эту штуку сюда. Опа. Давай, давай, давай. Даю вот эту стенку. Ой, стенку. Первый. Второй. Так как меня Феникс запилил. Жесть. Хорошая драка. Хорошая драка. Хорошо. Пойдет. Неплохая драка. Все, понажимали. Плюс два левела. Отлично. Давайте подожжем тавр. Пойдет. Я бы. Так. Пойдет. Хорошая драка. Можно сделать сейчас глимер еще на подсейв, друзья. Но не хватает нам немножко золота. Хорошая драка. Вроде внесли. Одиннадцать ассистов у нас. Мы отрабатываем свою четвертую позицию. Вроде более-менее нормально. Варды стоят, стоят. Центрики тоже вроде стоят. Аккуратненько драку помогли. Да, все хорошо. Поэтому как-то вот. Сейчас попробуем глимерок добить в лесочке. Вот тут вот как-то. Можно монеточку пойти схватить. Как раз вернемся. Давайте вот так вот посмотрим. О, все. Хватает нам на глимер. Это то, что нужно для саппорта. Ой, поймали там Урсу. А, нет, не поймали. Это Урс поймал. Как говорится, ганг превратился в ганг. Все, гг, пацан, наигрался. Как обычно. А вы говорите, типа, игра без ливеров. Типа, игра с ливерами постоянно. Так, а что сделать, если такой овнинг и они не выдерживают? Ставь РЛ в РЛ, говорите вы. Стоят РЛ в РЛ, пацаны. Стоят. Самые нормовские РЛ в РЛ стоят. Просто пацаны не хотят сидеть в играх. Поехали. Так, вот делаем сейчас сентри, не сентри. Сделаем. Сентрички, ребят. Но сейчас игра начнется самая веселая. Вышел Некролайт. Сейчас пацаны начнут Легионом пользоваться. В общей мере. Полная, так сказать, силе. Полная силе. У нас есть Сларк еще. Но будет игра интересная. Игра интересная. Что у нас вообще по контрпикам? ТХД это такой же персонаж, как и, в принципе, все маги, антимаг. Там какой-нибудь жесткий керри. Ну, конечно же, легко убьет нашу Химеру. И, блин, вот Пугна на самом деле неприятен герой. Но у нас есть, в принципе, все, чтобы контрить других персонажей. Как бы замедление, там, дотки всякое такое есть у нас. В принципе, больше ничего и не нужно. То, что нужно, у нас уже есть в Нойнтаре. Наверное, еще докупим Аганимчик. И Хекс, наверное, докучу. Ну, и апнем Гривсы. И еще один артефакт какой-то докупим. В случае, если игра очень сильно затянется. Но нам нужно, видите, два дефолтных варда стоят. Нужно собраться. Пятером. Пятером гоу. Они просто, пацаны, тоже дерутся. Я ухожу на базу, там, дофармить какой-то артефакт. У меня сейчас хорошо уже арт есть, который будет помогать. Отлично. Но, парни, парни торопятся. Там, Огар, еще агрессивный. Сладнормадный, скупил на игрок 83-й карты. Печальненько, конечно. Оп, вот так вот поджигаем пацанов тут. Всех забрали. Так, у нас только один центри в распоряжении. Ну, если честно, это очень плохо. Давайте ткнем его здесь. Вдруг сейчас кто-нибудь да захочет. Ой, там Радик появился, да? Это очень-очень плохо. Это очень-очень плохо. Такую пачку центрей. Сейчас, походу, будет плохо. Да, сларка поймали. А нет, сларка не поймали. Ну, центряков нет, ребят. Сентряков нет. О, понимаю. Понимаю. Центрики идут. Стенку даю вот этому пацану. Хорош. Ребятки, поможет тебе Огра убить бешеного? Даю меку. Хорошо. Дал стеночку. Я, скорее всего, тут умру. Ну, максимально, что смогу, горением вот этим сожгу. Хорошо. Пойдет. Пойдет, ребят. Надо на базу идти. Давайте поставим имбалансный вард сюда. Ну, вроде драка хорошая, но у нас керри все умирают. Но минус 4 дали. Минус 4 есть. Минус 4 есть. Ага, вот он обсерв. Нашли мы, девардим. Хорошо. Все, побежали на базу срочно. А то нам сейчас лицо сломают. Оп, вот так вот закинем. Стеночка там кривая, как обычно, все как надо. Парни, ссорятся там, как обычно. ребята вы так не победите если будете ссориться лордар дайгер и пкб сделай и все и ты победитель сейчас соберемся маны не хватает конечно мне по страшному и улечек делает сладар может просто соло умереть сейчас погнал я пешком короче не будут и пашку из-за ребята стоят афкаж отчета вместе надо собраться феникса ghost появляется казалось бы драку только что выиграли артефакты должны у персонажей у оппонентов не появляться они наоборот появляются это вот 85 карта ребят на x лесочек колотит лего взял у него дайгер лотару леги это очень-очень дерзко дайгер лотар то очень дерзко кварт у нас на низу пропал плохо легиона могу на изи видеть вообще ставим дефолтный вард б куда вы пацаны жесть есть куда они идут ребятки да вот этот баг меня бесит если честно и цариша делает обманщик иллюзия это иллюзия да это иллюзия блин что с вами не то там центре и попс осторожно надо вместе туда идти в артить в этой катке через атос уже будет поздно поэтому next катки будем да этот вард всю контору палит пуст купите да не dust надо центре центре есть так вот делаем по центре будем ходить будет хорошо вот тут сады вардим быстренько лучшую канибра молодец я успеть должен хорошо плохая драка сейчас будет по ходу да пойдет пойдет уж молодец подсейвил меня если сейчас будет драка продолжаться просто феникса перекрытий все точно так найкса найкса поймали но нету центре мой хороший go tower спас молодец молодец на пудже парень можно сказать был байт но не такой байт какой обычно должен быть ставим на райт клик 3 можно зайти сейчас побить хай граунд 2400 есть next on hex просто купим отлегившись а ох нифига с лордов царите смог хаком походу до но у меня нету кнопок чтобы дальше идти побьем tower побьем tower ой tower даже нам достался оп давайте так сделаем хорошо подожгли крипов запушим сейчас риберов пол хп у даже они не добивать надо хорошо чей барак добьем отлично 3 800 золото на кармане есть ребят и б на дайте все бежим б бежим б я пошел на топ с фармингом быстренько хекс лучше там пуджа вытянут вытянул там короче найкса найкс пытается убивать пуджа там гг просто пуджу щас будет жесть это веселая игра веселая четверка веселая четверка прям на дхд такие каточки прям по кайфу весело весело не спорю чай фикс просто ребят уйдем и все как кана шестопроцентно и вардики надо сейчас расставить союзника там убил кто-то феникс хорошо гоу хекс пол хекса есть уже 2700 и 2к но не хватит на 2к до чуть-чуть не хватает надеюсь тут монетка понял но тоже неплохо кстати о рошанечка забрал молодец сыра и и сыра уже завязала их остался у нас почти хекс есть ребят на вардики пока нету у нас золот давайте хекс добьем чуть осталось раз хоста сейчас быстренько о плюнем там плюнем тут и быстренько хекс добили на четверке важно быстренько добивать свои шмоточки главное чтоб нас тут никто сейчас не убил не убить говорится ой не попал ладничка ничего страшного чё там в лесу лего а может не бояться а делаем вот так вот делаем так пацаны горят говорят что за фигня жопы горят хорошо пойдет найкс они лиса колотят пацанчики там чуть остается и вот это иксевич там убивают так ну все есть хекс погнали есть хекс парни парни есть хекс вместе там не вар там скорее всего олега просто в инвизи был все есть хекс ребят я готов купите сэн 3 опции я поставлю денег нет и хекс купил хексы надо собирать как я говорил во сне хексы надо пуджик купил хорошо вместе надо ребятки и актарина бы аганим аганим и актарин закончить бы да круто было бы или чё там по ассистом кстати но я папа сестер на карте это радует давайте подсевим урсу случае чего варды есть у нас опа хочу будем драться я готов на самом нету 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 к сожалению у меня центрей центре приедут и гол можно задушить хорошо давай 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 курочка едет уже иду бро хекс даю стенка попал хорошо щит лего там среди пусть здоровый бегает жопа жопа горит у легиона хорош нету варда тут что-то далеко идем далеко идем ребятки их стенка хорошая но нету хикса нету ребят не было хикса не было хикса с лордару дал кнопку но не не удалось не было хикса xpd был чуть и смог и смог ребята там наглеют но вот такая вот катка на четверке нормально нормально пойдет гол в т2 т2 в т3 уже можно на некст лотик давно хочу играть и с тобой конечно было все на гайдах можно на гайдах можно жестко но я уль даже не ставил так сэн 3 нету пуш в центре ставь ума на восполнил пацанам их попал даю хекс поджигая поджигая хорошо хорошо за душили за душили за душили 40 минут как казалось бы вроде все легко но 40 минут об плюнули плюнули штамм душит для поджигая пацана царите но под этим несмотря на то что феникс там отхиливал конечно все равно братан тебе будет очень больно счет жопа будет гореть два раза больше нормально и г что ты хочешь от меня гриф закупим для картинки и вардов ребят но вот так вот у нас геймплей первый получился можно сказать это четверка смелая четверка 22 асиста мы сделали на четверке на twin high dragon и через первую вторую способность вот так вот друзья на экстом пойдем через центральную покажу вам через первую и третью можно будет пушить очень быстро и очень быстро так же одеваться надеюсь этот геймплей вам понравился в принципе ничего сложного адекватный тиммейт и урса молодец лордарчику правда желательно быстрее даггер покупать и тогда душить ну и в принципе поехали на некстову катку нет так ну что друзья идем мы на центральную полосу берем двин хэда и поехала и поехала чё нам еще делать берем идем через центральной линии покупаем нуль талисман не знаю зачем он нам но он нам наверное пригодится как мы будем качаться тут будем качать через 1 3 друзья будем ломать товара 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 еще раз товара но хотя это не столь профитно ломать товара сколько профитно драться но тем не менее такой билд вам нужно показать в любом случае и пойдем через атоса гоним и дефолтные какие-то дэмэдж артефакт там постараемся акторин рефрешер может что-нибудь сделать попробуем две полоски кинуть может быть будет все прикольно друзья так ну что вы готовы поехали друзья идем на нижнюю линию вот сюда к руне поближе и выходим потом через центральную чё там у нас инвокеры да как обычно инвокеры инвокеры спектры ну nike с нашей команде то радует что не будет никакого контроля на меня в принципе sky врач sky врач пацаны sky враза берут и пойдут у нас наверно центральную но со sky будет тяжело стоять тяжело сейчас посмотрим как она будет ускара взяли хорошо хорошо идем на нижнюю берем руну и идем на центральную и будем выносить с помощью 3 скилла ребят с помощью 3 скилл 3 скилл будет у нас давать вещи погода у нас отвратительно если честно дожди дожди я немного еще приболел но ничего страшного за душу так лучше взять на первом левле на первом левле все всегда по-разному либо замедление либо 3 можно третьим отгонять сразу возьму 3 будем если что отгонять тут сейчас на руне главное не ловить вот эти баги так что будет все хорошо главное на дистанции ой вы пусть вы проиграете нас анигма лес пойдет я смотрю по затару лес лес пойдет поливаем собираем руну надо у хускара отжимать ее хорошо отжали пара побежал разминочную дал так сказать поехали поехали то у нас будет sky на минуту да хорошо sky на миду это хорошо он нас будет задрачивать мы его будем задрачивать об хорошо хорошо стик надо ребят примести сейчас будет против sky нужен стик но куры пока нету пока стик не не все давайте прохарасим пацана возможно очень сильно прохарасить вот так вот прям хорошо многие не знают на что способен тхд поэтому чувствует себя на виду уверенно а потом укакиваются как говорится что тхд это мощь мощь сила пусть добивается кнопок когда это мощь пойдет а кура есть хорошо сейчас скрипчиков вот тут подбиваем добиваем отлично давайте сапог возьмем попробуем sky душить вот так можно они нельзя нельзя и убьем достану по идее да за медло закинул меня ты шо от меня хочешь шо от меня хочешь товар давайте закидываем надо грязные дела делать свои как никак мы же на тхд играет часть стик возьмем и нормально будет ребят стик возьмем будет нормально летит кура нам со стиком можно сейчас попробовать обмануть все он наш стопроцент а я понял бак вылетел хорошо бак вылетел но тем не менее я забрал его понял надо было в крипа как-то тут надо из-за этого бага подстраиваться и как-то через крипов закидывать потому что по-другому вы будете вот так вот ошибаться это сейчас кстати могло стоить мне жизни этот баг о ничего но ничего сейчас на третьем еще ликвид возьмем будем уже товара по страшному души посмотрите сколько у товара уже хитпоинтов на несколько заходов таких я спушу товар это просто ничего страшного не будет тут о цемка цемка давайте цемку подожжем вот так вот пол хп сожгли да даже больше почти убил и бара бежит до бары сейчас мы с бары тут покажем вещи рожь я могу умереть под 70 хп давайте я не успею я так чувствую до туда дайте пусть он не вижу дает рожь вытолкнул что лол хорош хорош но я выживаю тут 100 хп 2 хп 2 хп осталось 2 хп 2 хп пацаны так сек 2 хп у меня осталось понимаете насколько это рандомно сейчас было это жесть 2 хп nice шо дота микро шо дота хорошо ура надо забрать срочно все ребятки забирайте там кому что надо сорян за риус но мне нужно я на центре должен более хорошо стоит более лучше чем другие линии в любом случае чтобы потом вносить максимальный импакт товару надо подходить уже плотную и пол сжигаем просто на седьмом левеле вообще кайф будет хорошо хорошо ликвид у нас готов поехала раз крипов будем задувать с 3 так вот делаем отлетаем от цемки цемка что-то к нам неровно дышит оптюшим тэшку бара выехал хочет погангать товар у нас упадет 6 тут за этот заход и опяты на души его у меня заморозил всегда морозит именно меня жаль подожгли пацана бедного подожгли о спека это иллюзия была а вот так так крип не бьет хорошо ланша крик не бил тогда можно хилиться хочу сделать атос ребят и будем раскачивать ультимативную сейчас на 11 левелю с таким фармом я смотрю у меня тос походу будет до ранний поэтому можно будет сделать нормальные шмотки себе давайте возьмем сейчас первый пойдем сходим на базу и пойдем другую линию душить руны нет все найс берем виталити бустер ты пашечку и поехали потопу можно смело сейчас пойти хорошо пашечку эмбе маны все это наш затор хускара тут пытается нас убивать ребята на нижнюю линию выходят и нигма у нас тут как-то не по не получается не получается ребят забрать хускара на хускаром и тихилку кидает аппериген возрастает уже тяжело же тяжело эх пара погиб погиб я щас запушу тут линию запушу tower на низу драки какие-то происходят можно уже в принципе на автоказ ставить потому что когда маленький можно душить по кд можно накидывать товар хорошо смотрите за один заход сколько снимем за один заход просто поливаем просто за один заход смотрите full tower почти убил товара вообще ничего не могут прям такая имбище этот третий спелл все жесть просто tower погиб там на центральной среди сколько крипов но нет у меня тпшки нету тпшки ребята в лесу фармят так есть сейчас у нас руна тут будет да нужно подождать вот так у нас тут еще есть труда сейчас по 4 секунды ждем выходим на линию и побежим на низ хорошо на скоро будет атос 9 level возьмем наверное ультимейт все же скоро будет у нас атос уже с атосом сможем спокойно творить чудеса вы посмотрите какая есть комбинация красивая атосом замедлили ультимейт потом стеночку еще можно короче можно долго держать в ультимейте его товара там full tower смотрите мы сейчас это исправим обра этого не будет уже надо обойти здесь мне кажется потому что только кого-то видел и нужно аккуратно сейчас обойти лучше тут чем вот тут еще с двух трех герой встречу поехали так один визор уже есть на хорошо хорошо она в наглую того закинуть отойти хорошо святого рначит падать у нас хорошо у меня стенки нету кстати я стоп стенки нету стенки играю сейчас давайте стенку вкачаем чтобы хотя бы сбить такой момент надо на б походу идти ребята все погибли дефицит ребята защитим тоже а то всегда фармить бы было бы круто низ не дают спушить пришли ребята на деф но там ультов нету надо подраться сейчас пультов нету надо драться там такой анигмы black hole насколько ясно и все так они на низу давайте попробовать т2 в крису боится 2 крису шо ушли с линии до пацаны ушли надо уйти отсюда ребят опасно а я заберу иду я буду через секунд 15 минимум они сам когда ульты руну оставляет это хорошо час атос уже будет 150 золото воевакер дает мощный прокаст я туда не пойду драться заставить и секс курой дайте атос принесу себе рода фотос позволяет замедлить очень сильно хорошо все летит наглую в тавр выходим падает тавр все и просто так и ломаемся товара это круто товара нет покатился да есть рп уже да там и ценки ульта там сто процентов есть уже туда он сгорит по вульту прокачали можно ценку кстати убить с ультой цен культы соль ты убить о или sky или sky давайте попробуем убить сейчас мы сделаем правильную комбинацию серьезно он отошел просто причем приколюха если я сдал сразу от над было там и наверное сатаса начинать начинать не знаю как он меня увидел неужели какой-то эффект был и познаете тхд появился на секунду и начал сдувать это очень плохо то что сейчас произошло но я просто не знаю как работает тут комбинация на нем это d2 я знаю как это все работает принципе тут должно все то же самое а я понял почему так она все это black hole по ходу бы сливой данной кнопки минусом вот так вот а еще и спектра это где это гг давно ты в инвизе бегаешь я не знаю я попытался sky убить может тогда и нигма была в инвизе рядом что я не смог sky так убить с 12 минут ну реально вот sky просто знал что я там он мансанул из-за этого то что я кастанул будет вот оно все вот оно все решение ладно ничего страшного ребят бывают фейлы но теперь будем начинать тогда сатаса если писта процент накинула тосту да так я хотел как можно дольше продержать в ульте на секунды две-три там лишние 100 дэмэджа почему бы и нет можно сейчас нагло попробовать если успеваю нет не успеваю ребят не успеваю сожалению пол леса я очень сильно сейчас я хочу next сделать глимер вообще очень сильные сейчас где-нибудь кого-нибудь еще зажарим просто и все оценка магнус на виду то у них я помогу душем морские видит стенку нет смысла тут кастовать и на даггер вот от тхд изи вообще на даггере уходить прям вообще с я ничем не могу сбить максимум что я могу сделать это сейчас вот так вот это да уйдет до класс вообще промах под промах от хускара очень сильно решил гол т2 это пеготня пеготня такая хорошо зажарим вот этого пацана рожь опа чаш ты вышел с этого с огня будем драться как мужчина монету стиков инвокер найтс два парня у нас а пока немного но ничего страшного есть темб вигма соло убила инвокера а если вместе соберемся мы сейчас очень сильный будем прям очень сильно им без инвокера инвокер пусть фармит но если мы соберемся вот сейчас вот толпой такой будет круто будет круто ничего страшного убивают нас но пойдет пойдет просто я тут один считаете дрался уже там все все соло как-то бегают не знаю не вижу команды нужно как-то сосредоточиться на то чтобы видеть команду и вместе с командой идти нас каждый сам по себе все фармит сейчас соберемся есть уже глимер парт купил для но слота нету стик не хочу выкидывать рано еще стик 16-ая минута рен с ним с этим вардом go next в артефакт который мы будем делать это огонь и через огонь и будем тут ребят вот этого смело нам под магнуса главное не встать я магнуса задую этим этим мать симагнус для остановки то я тоже там кнопку будет круто ликвидом классно поджигать не знаю как вам ребят но я с ликвида с этого кайфу так они решили в нашу тэшку разом разменять в это тэшку и зря замедлил залил хорошо в меня рп соло будешь давать мне кажется это глупо я умер по ходу да а ты умрешь живешь сожгу тебя а это по ходу но это на вставочку нормально а это по ходу на вставочку в меня рп-шку прям дико они хотели всадить нормально так ну что аганим не за горами ребят спектра еще модно собрала вообще нам на руку вообще нам на руку задушили по оппонентов мы по оппонентов прям хорошо так получилось красивенько рака началась началась суматоха и все и все пойдет так рошана ребята пошли давайте мы сейчас задум еще крепочка в пачку и пойдем на базу сходим скоро у нас уже будет аганим но можно в лесу его дофармит спокойно лесу нам не не помешают 1200 набить очень быстро мы в принципе ее набьем даже меньше уже тысячу меньше тысячи потому что сейчас еще раз а вот еще меньше тысячи заберу час рошана еще ребята можно курицу курица в магаз отошлем уже ребята собирают там ребята там уже забрали почти хорошо остается меньше тысячи там 500 600 600 золота думаю сейчас быстро вы фарм на топе клипов еще заберем щас вот они наши аганимы уже будут надо было сразу взять тогда хотя все равно на базу пойду погнали на топе заберем крипов с чая ребят аганимчик заберу а топе сейчас я перезвоню не 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 мне нужно огонь и мне на огонь по спектре я догоним как раз таки этого не хватает спектра я убить ее кстати могу вот так вот сейчас а тост будет найксевич давай работай хорошо прессионыш найкс кустах сидел так хорошо есть у нас аганим ребят поехали покупаем покупаем продаем очень важный звоночек у нас друзья очень важный разговор срочно потому что реал важнее лодки сейчас мы быстренько обговорим все детали все будет норма так берем опсы два опса есть хорошо аллоу здорово когда приеду но не знаю где то наверное послезавтра погода сейчас выровняется и поеду да но я понял за блоками нет не только за блока мне нужно будет еще заехать сервис завод под крымками но можешь сегодня забрать как тебе удобно не знаю честно не скажу ну давай тогда если что набирает хорошо давай скину так тем временем пока мы тут разговариваем по телефончику у нас тут идут драки о молодец магнус на границ Hakim inquiry сейчас допустим давай-давай-давай-давай-давай-давай есть попал попал давайте вот так сделаем и попал до их печально печально ребятки печально но по телефончику говорил не удалось сорян ребят просто нужно нужно было задушить быстренько то мой ник мы по-моему есть сколько я знаю они уже есть хорошо забрали так 2к есть ребят попробуем сделать давайте рефрешер у нас маны хватает давайте при фреша просто выйдем две дорожки постелим будет страшно просто две дорожки это будет страшно есть ульт можно соло когда вот есть он сур соло кого-нибудь убивать там правда и нигма правильно закупилась она вышла видите в глимер sky и cm есть у нас там да можно убивать спектру вообще на изи кстати за душу спектру на изи а четыре героя внизу опасно опасно ребят волки стоят смотрите волков выгнали с кэмп они решили стоять сейчас спектру пойдем убивать ребят соло я думаю если прожмем все правильно сейчас провязываем правильный проказ сначала от нас потом пульт потом 2 и поехала друзья сейчас посмотрите так как правильно подойти подходим вот так вот там еще магнус подошел блин а у меня и бескончился я увидел магнус и уже понял что не стоит лезть и стоит стоит уже лезть и за магнуса магнус даже р.п. не пожалеет меня и факт что я выживу хорошо задуваем крипов быстренько я думаю если они толпой нападут они очень сильно хапанут от моего ульта я просто не буду со своего горения сходить буду просто поливать их поймали братрума да на из вылазит она эксаманы нет и ничего нет такой вылазит привет 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 а вот я вот и я понял понял но меня тут толпой задушит не стик ничего не могу нажать вместе надо понятно делать вместе я поделся надо вместе интересно цемка сгорит пойдет так стабилии добили понимаю понимаю классно что сказать понимаю это называется понимаю пятером соберитесь и гол не знаю почему магнус то типом тут вард стоит сто процентов магнус видел что я уже иду решил меня просто подтянуть никого не было здесь я не видел среди деревьев по . . на красной карте не осветились сто процентов там есть вар давайте снимем эти варды хрен с ними я даже за сапорчу но чтобы геймплей был намного лучше когда оппоненты нас не видят мы можем спокойно всем пользоваться просто я не хочу чтобы сейчас спектра начала переворачивать игру потому что будут рпшки мне нужно все это перекрывать и сейчас начнем душить потому что ну надо душить тхд это душиловка стик в помойку все поехали еще центре берем еще центре берем рошан есть нет но светится как будто есть и нет вот есть как будто светится как будто есть там кэмп и счет по по низу по по низу из поймем изи по-моему мы зайти можем вообще в принципе хорошо по низу по низу энигмы нет black hole и сейчас обкады очень большой 4 варда есть у нас самое плохое у нас два героя которые дабл дэмэдж снимают зацепил у меня тоже такая штука есть бро я отойду лучше опа хорошо их не туда ультка стану ну да ладно да ладно уже магнус идет топать магнуса объем любом случае энигме тоже тут гаги не знаю почему вот блин у меня такое ощущение будто у меня герой встань и постоянно стоит потому что у меня герой просто как будто мы неуправляемый что меня хозы хд души пойдет пойдет поищение будто мне герой всегда встань и стоит я не могу ничего нажимать во время этих кастов когда первый второй третий ты пытаешься раздавать ну вот когда кнопочки нажимаешь тебя герой уходит вот это время каста у тебя герой как будто бездействие стоит вот это мне не нравится у него слишком долгие анимации их не перекликать это реле бесятчая тема 50 ч так но спектра не решается к нам прилететь временем у нас почти есть и фрешеры это круто сейчас рефрешером будем дорожки стелить нормальный дорожка была прошлая неудачная но ничего страшного пойдет могло быть и хуже все пойдем отсюда давайте возьмем еще вот такую штучку поехали нету хп у меня со спектра на меня прыгнет не будет плохо мне кажется они и команда моя собралась еще раз тут драться знаю мне кажется глупо спектра потому сейчас full кд там будет спектра будет все кнопки нажимать страшно конечно с такими хитпоинтами стоять магнус прыгает и убиваемся но мы сразу если что вот так вот сделаем так вот отлично бедная ценка убегать хорошо спектра вон бежит давайте я я пост закину хотя бы чтобы она помедленно бежал и все и уходить на на изгрызет посмотрите пускар бедный бежит хускара бросили все надо было мне хускару помогать хускару бежит пойди мне сейчас главное на полосы наступить я успею по моему помочь еще мадос нажал на блин надо успеть я по дорожке не шел вот только сейчас на дорожку наступил до хос спали попаду своей гиги давай бро до свиданец и как же он далеко бежал за ним далеко за ним бежал на x очень сильно там разгрызает очень сильно разгрызает просто жесть давайте дофармим до нашего предмета будем закидывать две дорожки конечно мана у нас с этого уйдет но что страшно хорошо еще 300 есть пойдет такой плавный геймплей flow такой идет вот такие игры я люблю когда чувствую что команда может в нужный момент дать все что нужно это круто сейчас двор ты поставим на рунь и партнеру не поставим хорошо прям вот сюда щит прям вот так вот вар переключаем 1 варни как раз пойдет сюда руну забираем забираем вторую хорошо еще 700 1850 по настолько фон 800 до 1800 берем респе и душем хорошо 1800 есть друзья погнали быстренько он рошан есть ребят если чтобы у рошана и через две полоски сейчас вот это щас будет жестко одну постели мы вторую и посмотрим что они будут делать там столько дэмэджа будет и актари нам это все докинем чтобы к дэшки снижать будет круто центре взяли мы так за спектрой выход на спектру сольют макс и и загрызет за рейдж хорошо восполняемся и поехали мана у меня конечно не будет хватать сейчас посмотреть давайте почитаем 880 и 305 307 еще 400 1200 почти всю ману сразу потрачу но и стеночку нужно будет на 90 маны оформить немного в принципе мана будет еще оставаться узкар там соло убивает без доминатора кстати хускар очень странно потому что доминатор по кайфу узкар чеку узкару даже через стрелы доминатор работать не знаю почему но видимо он не знает это что такое можно сделать кто-то дерется на инвокер эх вард сняли не хочу идти видеть там пойти аккуратненько лучше вот так вот если тут вард есть они уже видят что это серьезно айс как же быстро он сообразил и мнение не душе а вот тут опасно состоять реально опасно мы вдвоем они сейчас тут запрыгнут black hole ами задушенка гол самым покажем где раки зимой пацаны такие вард снесли прикольно не могу направить найти динозавров но могу поджечь их это реально круто могу направить на динозавров но поджечь их могу просто обычной атакой эх божечки опять у нас неполноценная игра будет в каждой игре друзья вот такая фигня у кого-то вылетает интернет полноценных игр я уже очень давно не играл потому что хз уже прям 6 постоянно кто-то да вылетает у кого-то постоянно траблы какие-то с игрой постоянно у меня тоже бывает вылетает но типа хз и кикать не очень хочется может отлагает может отлагает сейчас будем душить час с enigma с black hole будет будем сейчас дорожки кидать но сам уж что-то поменяется актари нам осталось тут добить слот и все актари нам и гг низа у них нету это уже очень хорошо нигма тут по моему да это и нигма то самое то самое место где встречали встретились две бестолочи что найти что спектра маму папу сидят позже тупые 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 деградирующие люди знаю это дата коммати даты она всегда такое было не спорю даже я таким но это все перерастаешь сладоке камчу делать делать успею на успеваю затолкаем его я думаю стенку даю хорошо зажгли пацана зажгли на танцполе потоку пойду гоу-поинт бустер купил стану нигма байбэк так и даже заявочка на победу че ребята там в мину да я тут топ толка еще быстренько толкнем заявочка на победу она есть можно поесть там варды стоит дайду и без снимать вообще потопу желательно идти узкара убьют и бьют надо прятаться надо прятаться магнус сейчас будет топать не хочу под магнуса топать тоже для там вон смотрите за сейвили вода я так хочу хороший проказ дать чтобы прям четки тут проблема я не хочу под енигму вставать на можно в наглую просто две дорожки застелить и зайти все пошло дело пассивно пушим все хорошо в голову ох достал таки магнус сейчас еще сюда топ не до все пошло дело поливаем две дорожки для у меня фризы такие пошли от этих двух дорожек жесть немного неудобно дороги эти растилать прям от них отходят сразу у меня такие фриза от этих дорог кривых жесть давайте попробуем все равно добить аварата есть у нас еще кнопки можно добивать хорошо опасно опасно тут стоять сейчас раз уже в ульт у меня будет вот так вот сделаем ей хорошо сжигаем да нафиг можно ульту закинуть все спектра поехала от цепи с отмене опа я поджег ее еще вот так вот сделаю опасно нету кнопок ребят нету смысла тут сейчас оставаться слишком страшно а у них трон голый уже парни трон полый хорошо пойдет магнус там умрет скорее всего магнус не окажется это не умирает не хочет закупились чуть-чуть у нас чуть-чуть до актарина как видите вроде полоски дают что-то но блин они короче такие знаете их все начинают откачивать эти полоски короче тупо ну импакта почти нету но страшно ребята прям очень страшно и боятся боятся подходить на эти полосы я очень боятся и драки так сказать очень успешные а если игнорируют эти полоски то гг на подфиде у нас найкс немного погнали на топе зафармин на топе зафармин сейчас о смотрите у спектры какие артефакты щитпоин бустер взял наверно будет делать себе какой-нибудь актари новую способность лол актари забавно будет конечно эти сам зажжем тут танцпол быстренько зажжем танцпол сожгли всех быстренько очень классно карает мне прям по кайфу до способность прям жесть пушечна так косарик остается на виду много крипов а быстренько зафармин у меня почти есть уже рефрешер хорошо почти есть рефрешер это магнус и гадал магнуса кстати вообще ничего нету толком он как купил солгустер бедники так и ходит а только сейчас купил актарин чтобы снизить колдаун ультимейта ребят только сейчас это очень очень долго очень поздним так 2к есть у нас хочется с актари на вне кстовую драку пойти 200 имеется кармашки я так вообще хожу под дальше от команды оформливая свои слоты это круто это круто остается копеечка у нас тут ребят маленькая а заплюем грипов хорошо опа enigma варник ставить идет по моему сейчас мы можем enigma поймать да можем поймали скрытся него не бы нет бэйбэка опасно опасно опах папа я собью смотри чем могу разбили все зря он пошел соло там пытаться пытаться соло завардить потому что на цемка видимо игнорит свою роль она вообще должна идти в арбит так покупаем актарин ребят все мы фул запакованы но можно будет поменять еще два слота взять дополнительно что-то hex еще можно сказать и там что нет такого же просто на жир у нас будет 1 4к хп и очень много импакт от него будет так 50 секунд ребят не туда мид заходим нет ломается магнус хороший рп ой 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 успевает магнус отхожу так вот сделаем а тушить начинаю но я в английский шоу ахо в английский говорит свое все кнопки нажал для как я хились как я хились ух как я захилился жесть вы видели я просто закинул ультимейт и я просто начал жестко хилиться пусть спектра подходит сейчас поговорим 6 гем пуск пуск гем я возьми он не видит он не понимает где гем а я еще видел курьер летает но уже поздно было там поздно ничего страшного гем забрали страшно но хускар конечно приколист конечно приколист чё сожжем леса тут нафиг мы зашли сюда сжечь леса как видите я зашел сюда пофармить сжечь леса видите я уж пофармил нас такое прикол 6 как же поливает типа у меня еще не лагало тоже но у меня просто кэш засрался в этом проблема надо чистить все тогда будет нормально не будет лагать . много эффектов магнус магнус у нас почти есть рефрешер ребят почти full хп эти ребят сюда подведем я просто мы сожжем им трону все спектра бедная не знает шоке что делать две полоски даешь там все в афиге убегают в афиге там все так есть почти до 30 секунд но 40 40 30 будет уже все это еще и нигма блокола не давала если чё так вот все у нас обстоит а хорошо нас еще нигма кнопки не нажимает хорошо о щит блокер сейчас умрет на что спорим царейши делать они для спектра прыгнула но у нас тут драка вот тут идет пацаны отбеги джейс как я тут поливаю олю тут беги тоже этой и не стопроцент все они тоже я сжег давай 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 хорошо теперь надо еще уйти отсюда оценка видимо не удар не даст не уйти да и даст уйти попробуем задушить тогда что делать о сало дали еще до кучи сало дали да ребят не дали мне пойти гему цемочки да вы блин идете у нас кусков ака жесть я вот здесь стою я от зоне его крипов у нас ребята просто решили подраться хус карта пошел на рошана но ситуация плохая на самом деле не можем закончить эту игру хотя должны были уже давно закончить так крипы подходят у нас к трону начинается разнос люблю каталажки тем что они игнорируют вообще механику игры у них задача душить товара и все то есть пофиг есть там крип и нет они могут спокойно душить соберитесь хорошо и закончим и сильнее все вот так вот атос можно заменить на хекс и будет вообще смело будет вообще смело ребят 43 минута вроде ничего так по телефону говорили вот и тебе маднес дает знать о себе когда ты умираешь просто оценки так скар у нас пытается убить рошана слова скар без доминатора такое конечно так бара инва хорошо ждем 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 реза нашего я думаю нужно взять travel ребят пара по язык поменять возьмем travel продадим файзы сейчас и пойдем додушим эту игру вроде неплохо получилось все поехало опа ребята там а спектра хультуют кто там за кем там агона настоящий спектра манку успевает нажать так полетели ребят полетели гол вот так вот помиду мама мы и здесь сейчас строку выиграть зайдем визе на хг главное не ошибиться не встать толпой вот так вот сейчас пятером и блэк холл чтобы не напал блэк холл см к там пульте залетает кожа платим баром так все я стою сзади стою сзади таков трон просто трон голый он голый всех цемп конечно там с этим вот она и не отдал ей кнопочку душит ну вот так вот вот так вот все ребята там гореть будут сейчас ну попробует у нас магнус наверно уйти под колодец на не удастся потому что тут все очень плохо сейчас спектра задушим да она меня забашила она меня забашила просто я я так вот он я забашила пашов эту всю тему сжигаем так спектра поджог я ее ой поджог замедлил так он делаем можно пожалуйста зайти вот так вот опять я стенкой не попал свои макро пюре нормально сожжем тут и сгорит хорошо тебе а ты вся выиграли все таки ребят игру молодцы команда стенки конечно если вы с макро пюре давать немного получше будет вообще совсем другой результат ребят через атос это все прям душить будет круто будет круто останется магнус но все равно уже гг ребят надеюсь такая катка вам понравилась понравится друзья вроде неплохая через мид сыграли с такими артефактами закончили игру можно заменить атос на хекс и глиммер на еще что-нибудь на что-нибудь жирное но может еще кинет не края не знаю сам по себе тхд очень сильный герой и думаю самое время посмотреть фановую каточку ребят первые две каточки мы сыграли только как нужно то как надо плей и next вы уже фановая специально от меня для вас ребят поехали смотреть ну что друзья поехал у нас 3 завершающая гайд к . и это будет керри катка сейчас будет жестко сейчас мы насобираем такой какости всякой друзья это будет просто нечто это будет просто нечто друзья это будет просто нечто сейчас соберем кинг молнии криты battle fury до battle fury на дальних не работают коде по-любому с коде по-любому и будем души тип душите ребят душите посмотрим что там ребята по напикают наверно с ларка в бар как обычно по напикают а чё нам еще ждать с ларка в бар и поехали но у нас дело наше простой берем в 1 band hill поехал можно через центрально пойдем наверно через центрально что тут париться вы фармим медасы свои и будет все пушечном можно контур в эффекте даже добавить в скайде наверное будем делать скайде все равно не дизоль какой-то скайде дизолятор не актуальный предмет сожалению сейчас уже стал но вот скади кстати это пушечка скади это жир бкб придется еще брать на и с руки дамажить спири брейкер спири бруйкер как будем качаться через 12 наверное посмотрим если тяжелая линия будет можно будет через 13 качаться или через 23 но первый спелл самая такая пушечная тема тем что позволяет раздамажить очень много с помощью 13 12 тоже полезно посмотрим посмотрим но будет круто будет круто ребят сейчас собираемся команда что-то нас и кашет не хотят ничего брать ждут пока денежки у них кончатся а мы тем временем уже готовы не каррики нормально и фантом лансера взяли молния по любому нам нужно будет парни я центр если что пойду не кровь взяли это хорошо не крыла это очень сильно душит тем что у него просто ауры ауру ауру и все аурой душ но сларк походу на мид пойдет если старик пойдет на ведь я пойду на топ проблем нет сларк сларк мид хочешь шакера бери щейка щельку давал к я встану и шрак будет шансы будут у меня все вот так вот делаем поехали багаем сразу же третий спел сделать сделать вид что мы такие опасны забираем уронку берем вардик поехала 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 сразу фазы вы форме и с фазами начнем душить сразу с фазами сразу пойдем душить будет интересная игра прям мне уже чувствуется и широко третьим будем кормить пока д хорошо на и снова мне стан прописал стан прописал пацан сейчас вард поставлю эта тема уже не получится у него и добил это плохо а шо поделать вот добил третий когда еще парень решен не церемонится стан в крипов закинуть просто и все вообще мне нужно хп то держать постоянно на фул потому что баратрум может испоганить все дело вот так вот и в крипа и в лишь рака стан на разорвался он кстати умеет отменять это очень хорошо гол надо сейчас хил купить дополнительный дополнительным хилом будем душить хорошо пойдет третий вкачиваем лучше шага с лишь раком тут тяжело будет но выставим выставим ребята у него стик там да вот он хочет сразу рекуров я там отправляем команду вот так вот хорошо стик пополняем отходим от его молнии все будет нормально он руну пошел до наверно монетку хочет там а там и будет монетка лол там будет монетка ну плюс боталу парня сто процентов уже ему вот он не особо тут решит попробуем все таки игнорировать сейчас если сларк фаунсом попадет а все ему гг я потанчу пойдет и а соло по моему там уже забирал сапожок в студию и хилочку надо будет взять хилочка нам обязательно тут потому что нужно хп держать сейчас бар вот опять таки мы очень уязвимы сейчас для бары пара на топе урож полетела это плохо не попал какой-то ходе на самом деле не валяшка знаете влево вправо влево вправо бегает борис бритва хорош этих крипов поспамим бар бежит вижу нормально хорошо отлично и куру там рьюзнули кстати урана базу полетела у меня рьюзу зачем-то ведь я себе отправлял яс молодец под под сейвил мужчина мужчина бара с визом достану на не убьет скорее всего он сгорел найс у меня первый спел второго левела участка 3 нормально я не думал что он сгорит на самом деле нормально нормально пойдет все гол тавра пепелить хорошо все это мне прямо помогают прямо нравится такого гайда у меня давно не было ребят чтобы мне так помогали на меду красавчик на иесе работает на меня пора платить уже начинать да жесть и штока 300 хп если суру даст он сгорит хорош хорош отлично хилочек на размен как раз сама то много расходников уходит тут активная линия такая по хилу уже три или четыре сила я заю зал но ничего зато убиваем мидера подфармливаем лава лапы и все пойдет вообще не даст бы сделать первым артефактом первым артефактом не даст бы сделать хорошо давайте вот так вот сделаем ооо щит но я закупался сори еще и от нос нож без шансов без шансов я закупался не видел бар откуда-то отсюда походу бежал ну это нормально нормально еще и от нос под тавр он меня обратно затолкал молодец вот такие вот баратрума играют ребят и карафа касты то некор 1 3 качает с него толку не будет походу неправильно качать парень я могу вообще соло его убить сейчас сибара не поможет сейчас тп поехали в нагло убьют его убьют хорошо поехали все ставим на такую кнопочку сделаем пацана про харасси тестово как пушить кабара не пришел барыша за любом случае прибежит даже бара тибара не бегает на мид значит что-то случилось промах жалко жалко так сильно продамажил бы у меня хп от 1000 хп ребят просто с аквила это очень много жирный герой тхд 41 сила очень много ах лишь рак наверно в шоке душат парни у нас низ на фижин топ на фижин о инвизибилити можно убить кстати так вот так уберем ребят и сейчас попробуем вот этих ребят убить двоих убью по идее они двоих погубить бару точно убивая это у пацана хук есть мансуем просто он решил меня кушать хилай а я я я я виноват я виноват не подошел я виноват там инвокеров нету это радует нормально разнесли я виноват что не подошел гоу возьмем парни этот мидас все же мидас его собудем душить что там фантом купил что-то серьезное походу быстренько зафармливаем хорошо вот этих пацанов щас по фармин классный 3 спел вообще пушечный что будем помогать пар давайте так вот сделаем ну дальше не особо хочется идти там еще пуш только не меня бедный ес удалось пацана бедный ес пара на меня не пойдет пошел вижу 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 ооо цгг вот это вот вот это нежданчик реально вот это нежданчик этого я не ожидал я знал что вот это бежит но что там даггер но вот сейчас ес умер и появился даггер видите как все оно ну да такое ребят но вот это нежданчик ну что поделать сфидели так и сфидели ладно уж что поделать что поделать сейчас хук даст а маны нету на хуку хп в бару пытался рипер дать ооо дазл пришел не убьете не убьете сейчас еще и сдохните сейчас еще и подохните вот так вот на пуджах появляется даггер и а . переворачивается там пудж по моему да а не лишь рак я очень быстро я должен убежать а нет это иллюзия рики то есть иллюзия печаль когда надо подраться мы сильнее в любом случае рики . брат молодец himself это плохо это плохо боже как же первый с третьим дамажит это жесть просто гол тавр ооо барах и меня тавр лупит он по ультует хорош забайчина можно сказать сожжено но очень сильно хп уходит у меня вы танковываю много ребята пассивно боятся пассивно играют боятся ребята хорошо стенку раскачивать тупо буду от бары ребят 16 секунд до того как бара придет сейчас за один заход с пушем тавр мида спесть погнали лиса колотить хорошо надо будет через базу походу да пульш идет ооо есик брат помоги заходим за них но на этот раз и цит не удался да хорош ребята подсейвливает работает на меня я жесть как агрессивно играю не 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 я б я б я б я как я жесть как агрессивно отыгрываю ребята на меня играют хорошо пациентам в шоке опа медасик есть ребят с медасом сейчас будем подфармливать ооо сразу в экспириенс стенки есть что будем делать не знаю что нибудь сначала в такой дэмэдж что нибудь интересное или сразу скади давайте first time скади сделаем чисто по рофлу а вообще так лучше сначала делать конечно же молнию чтобы был быстрее фарм скади это жир а молния это фарм давайте тут с дефолтной молнии начнем почему по фану нет по фану с дефолтной молнии начнем с дефолтной молнии там на топе фантом опсы по моему сейчас на миду будет драка гоу пешком гоу пешком если что тп на топ завязаем уметь драться еще перчаточка есть вот это будет ржомба когда я начну разваливать пара лотар делает походу жест фантом пришел на мид еще фарды снимает опа вот это наш пацан стенку дам ну далеко слишком далеко хорош гоукил любого можно мне кажется будешь молодец попытался подсейвить но там никак там никак это иллюзия да это иллюзия это иллюзия хорошо с фантомом конечно проблемы будут но он тоже не даст собрал рады худший иллюзия там пошла сто процентов дайгер дайгер голодонис фармится почти есть мифрил опа так вот делаем фарменты там опасно сейчас по товара выходить давайте поближе зайдем сюда друг бара на нас бежит вардов нету если были бы варты было бы круче ну убили ребят и с куч с дайгером ну блин он такой ватный куч на самом деле очень ватный сейчас день днем легче молодца успеваю лотар на баре понимаю ну хватит толкаться ну боже ну именно у меня убить хочет походу поду убить хочет на баре почти почти у него удалось лотар на баре это круто круто новая мета сларка лотар сейдж гоу на медуза фармим пара конечно проблемный будет толкаться будет хорошо гоу подеремся походу сейчас там драка будет о ван бар лох повод так поехали ребят помогать иллюзия она на пуджане нарваться на пудж таверне хорошо что верно сейчас молнию сделаем лес лес которым управляют лотар тут не вижу смысла делать потому что у нас два инвизора в команде друзья поэтому скорее всего не будем делать так там тп шку бы надо его маны нету вол так я чай не увидел сразу и увидел сразу хорошо закупились есть молния сделаем молнию наверно бкб next чтобы можно было прям раз кастовочку из руки тых 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 потому что тут без бкб мне кажется тяжело будет много кнопок там лучше гоним просто хочет сделать кнопочку вязаем что пойдем драться бара блатар просто заходит и все убивают плохо это плохо ес почти даггер есть мне кажется даже тпшку на топ не грех будет завязать первая молния от химеры это круто сларка убивают да калька надо вместе собраться просто это начинается фит такой вели молния вылетела и парни вылетел вот ставь гем кем собирается прочно не близко фармер и фармер то ищет то пройдемся аккуратно фазы не сливаем чтобы можно было сучу гонки газануть резко слез даст а надо взять изи а мир тамир напоминает это блин юнита с этого салта дэшки напоминает хорошо прикольно выглядит молния плюс 3 го вместе а задушенных стенку макро пюре и поехала вместе задушим гоу 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 опа они все на тпшках понимают понимают пацаны что надо деру давать пуджа хоть любого там цепляй по стеночка вот этого пацана тоже не отпустить хорошо кто-то был пил сделал ларк таким образом только непонятно ладно молния и бкб ребят радик на фантоме лол давно не видела там а точно радиенс буду делать ребят стопроцентно ой радиенс бкб next надо продать стик купить себе тпшку вот фарма очень много прогуливается лишь раку гг смело старк убьет старк убьет его хорошо отлично сейчас стик продадим бара сашу делает вместе мы выиграем драку прям по страшному гиперстоун ци блин вот это вот когда хочешь купить тпшку идешь в магаз покупаешь гиперстоун все вместе за душем в теории а на практике хз на практике хз на практике хз бара на топе чилит идет кто-то дефится сколько там 900 да ну чуть-чуть копеечки фантом прилетел травула фантом чисто такой фарм машину собрался но не прокатит полна и есть брат катабра пойду просто хорошо молнии тоже от фантома помогут отойду возьму молнии все уже молнии близко можно задушить до конца жесть сдохнет пойди фантом не и не сдохнет прикиньте а сдох таки найс но лишь рак был неожиданный тут и дазл тоже так норм подрались нас двое было есть накрыл дазл слишком далеко был я очень сильно от фантома рассыпался не думал что настолько сильно рассыплюсь варды 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 у нас в реки мару походу у кого варды не знаю варды никто не ставит походу надо вардики поставить я бы агрессивные вардыки поставил было бы хорошо круто было бы лешрак конечно он с инвиза видимо вышел потому что лишь рака не было там в принципе хорош ой куда же ты на него бежишь просто отдался ему вот сюда надо было убегать ошибочка очень страшно не все мы профессионалы такие фантома соло убью тушить бкбшку ребят next все есть бкбшка начинаем никакие шутки бкб строго шуток никаких не будет без шуток играем бкбшка next не шутя играем не шутя долго каста вот это вот дхд что приходится прям заморачиваться вот бара бежит я не успею даже развернуться и дать ему каст там время надо чтобы голова сообразила и далее время чтобы герой сообразила же про это такая вот проблемка небольшая чем пойдем вместе задушил спокойно если есть даггер в принципе проблеме никаких не вижу смело можно будет удушить всю эту контуру даже вот эти клипы мне не помеха в керриках задушил хорошо не хочется сильно хапать нам еще в драку идти вампиризм может какой-то купить но ща бкб сделай вампиризм надо сделать какой-то сатаник прикиньте сатаник скади бкб молнии как это жестко выглядеть будет на дхд сейчас попробуем выфармить таким с медасом можно главное выживать в драках и драки четко принимать все остальное получится давайте уже будем наверное на золото кидать медаса не на экспириенс го фантома и туча тучи ему бро и его закон о стиллер стиллер я все сам сделал тут можно мне спасибо от великий рандом реки конечно по страшному застилил у меня сейчас фантома фантома видели как рассыпали классно классно это то что я и хотел гол все почти бкб уже есть ребят пока бочкой будет прям сок 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 топ-соп-соп-топ будет круто я вам это обещаю филлер стиляги да знаете какая-то фильм или раньше там у нас пара будет тип на реке мара убивает чана золото будем видос уже кидать на experience хватит у нас experience в достатке 17 левел это круто это круто сейчас еще мидасик закинем под фарами уже идем с бкб и будем сейчас в план успевать бкб нажимаешь откуда три секунды 1 1300 еще три сларк наверно смотрит сейчас на мои слоты такой блин я в шоке уж с аганимом это плохо так 1300 у нас есть на кармашке пойдем на базу в наглую ребят потому что продадим наверное вот так вот не хочу никуда идти сейчас опасно слишком продадим дастик но блин без дастов конечно плохо будет без дастов плохо плохо или подождем давайте не будем даст продавать он гем лежит это такое вещи если лошадь и пешка покупаем сейчас блокинг бар просто и все идем душить можно смело помиду фантома мне нефиг бояться от споры фантома до появится может из бкб да посмотрите 29 минута у меня затор керри такой фото не вскоре садо не вскоре и какой-нибудь мкб можно еще сделать будет представить представьте мне 4000 хп будет скорее бы по драку парк ваших он некор запилил прикиньте херстопером нам бы байтера не меня я байтить не хочу не хочу байтить из не удержался байтить я не хочу я хочу душить я хочу чтоб драка началась я такой врываясь 1000 1000 пошло дело без даст есть даст проема не на топе до руны нет нам нужно завариться гул полную наш лес клэвел об об блин но я не хочу первые тина у нас нету того кто шел бы 1 прям вот з а пуджа как жарим почти почти вот же просто запепелили быстро пуджа слили кстати под херстопером под риппером но далее масочку ребят масочку для у нас такой заряженный тхд красивый получается вара набегать сразу же жмем бкб потому что он может нас убить спокойно аквилу не хочу продавать ребят вообще не хочу видимо придется сейчас виллу видимо придется продавать гул чё страшного фармим ребята фармит что делать хорошо и 1 этого и широках душа там 2 12 лишь раме 6 это жестко хорошо вот т2 давайте скади начнем делать сейчас на хитпойнт и будет круто у меня всякие арб эффекты там вылетают от сил молнии все что хочешь у меня как в греции он у меня крутые билды этот айтемы сейчас я прям кайфую еще классно выглядит но необычно обычно а за душу сгорит чел рожь рожь фантома убиваем лейте будем гордиться этим тем этой темой шо меня кушаешь ты шо псих бкб у меня бкб жесть этот разнос а барыща против есть для я я такой совет осмотрелся на свой герой просто и все эх вот и хб страшно разнес тут сейчас там парень бм нажимает в надежде что сейчас кто-то об него убьется братан не сегодня и сегодня доска не сделаем пока это будет вот это самое плохое ты не можешь направить в 600 я отойду я отойду можно был т2 пойти тхт курильщика прям наш миди рак давайте так сделаем ребят ребят спасибо что смотрите гайды фишки все в этом исполнении в моем рад что вы умрили это нравится друзья и это кайфановые каточки тоже можно иногда посмотреть спасибо что смотрите именно ла именно меня лайкайте подписывайтесь от души ребятам каждому прям респект потому что такие капки нужно терпеть фантом сию сделал не понимаю зачем он сделал сию но видимо так на видимо так надо рак минер рак рак я рак я понимаете там смотрите что происходит да сларк все бедного лишь рака убивает бедный лишь рак давайте возьмем point booster и нас остается да это это что группа перехвата я не успеваю да эх не успеваю но это группа перехвата только что было бы остается один ингредиент а у сильвер уйдет просто и все пацан на баре силер просто уйдет просто силер уйдет хорошо мидер рак почти скаду и есть скаду и скаду и потом сатани куви щит а это кстати страшно втроем без маны я тут не потяну их из манки разу бы еще до какую-нибудь на скорость атаки было бы пушечной прикиньте с кирасой от это жесть было поливал еще подскади все это дело можно будет пересобраться посмотреть что сейчас можно будет собрать видите фарм медленно идет все равно там варты варты там песочек сейчас добьем чуть-чуть остается доскади доскади это лучше чем некролайд вот так ходить вообще ничего нет в толку быстренько забираем крипов отходим чтобы стакнулись еще разобрать хорошо пример к фантома объем по-моему изи вообще по-моему изи а там нету настоящего фантома брата ну что есть хорошо 1600 магазик сейчас фантом идет у меня нет туман и ребята нет туман чтобы драться вот тут походу сейчас драка будет собираться оба рубеже давайте браться пацаны я душу типа мне плевать опять он засуицидился посмотрите на него настоящий фантом а сейчас а страйфанусь вот так вот делаем не попала ничего страшно хорошо пойдет сходе есть пацаны сходе есть год т2 тогда сходе есть слаг тоже сходе для 2 700 хп сатаником 4к будет жесть жесть что за тхд кто его кормил чем-то 7315 у нас ларк 17 фрагов но у нас 12 сколько 15 раз лишь рак умер команде в с задушили лишь рака бедного давайте попробуем может один на пять выйти и кажется ними не убьют но если все кнопки нажму мне кажется фиг они меня убьют я прям стану так четко что можно было и молнии включите под бкбшкой ты прям мне кажется будет страшно кого с ларка убили это радует с ларка победили там рэбл бы столько фарма прогуливаю по страшному я скрипов не отведет плохо кого на руну монетка пойдет мне кажется я рошана соло убью не знаю почему то она кажется я бкб не успел нажать гг мне вы иду отсюда гем для жесть да но я ни одного фрага не беру вообще в драках прям не везет по страшному как вы меня не убили неужели жир все-таки решился 2800 хп до ребят вот так вот сделаем сатаны 3к остается у нас чуть-чуть есть молодец ворвался под сейвил как вам чест пишет нормально останет добьемся ребят вообще пофиг будет ты чё не блин и раз и какие-нибудь еще пушечкой было бы они меня убить не могут я не вношу дэмэджа но утра как я вношу дэмэджа но я никого не забираю вернее вот так вот будет править не округа беда а убьют я не в нашу я вношу дэмэдж но не убиваю никого не получается кого не убиваю прикольно необычный такой тхд раковый так сказать как написал с но прикольно мне нравится довольно таки интересно дофармливаем сейчас все и фантома в лейтгейме будем тащить помощи сатана прям с помощью сатаника мне кажется прям будет пушка ребята там по миду собрались да и подеремся то сатаник в магаз сразу поехали 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 на виду если старт даже сейчас умрет это будет хорошо тем что я варвусь и смогу показать все что я могу г 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 сатаник копейки г 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 6 что с моими темой темами 43 минута госларк помогу тебе так уж и быть так уж и быть татаник скади для молнии бкбшки еще бы какой-нибудь кираса внутри 400 хитпоинтов ребят я думал поболее будет хп и раз вы какой-нибудь круто было бы правил кираса или дэмэш какой-нибудь прям такой знаете и так массового дэмэджа очень много у меня очень много я сторону тут подпушу сейчас станет есть можно будет отхиливаться я думаю меня не убьют если правильно все нажать у меня хрен кто убьет страшно выглядит на виду ребят поймали реки вару нормально хорошо реки птс скади о шару хорошая фантом тарас посоле как 100 раз к будем фантома вывозить он будет жестко 1400 есть еще ребят на фармем где-то 6000 купим какой-нибудь не знаю кирасу можно кирасу можно что-то в дэмэдж у нас дэмэджа и так прикольно в принципе давайте кирасу чтобы мы такие страшные были да круто будет по моему по-моему круто будет чтобы овер страшные будет и раз ребят хочу все же в эти кирас сделаем видос можно будет продать еще 1000 будет хорошо у кнопочки нажимаем большая химера в атаке опа опача смотрите нападает на меня хочет убить го покажем где раки зимают господи ой я сюда не включил случайно креветку с пошел драться дальше но мне кажется зря он туда пошел креветку с этот мне кажется туда не надо идти уже на старка кидаем молнию пойдет пойдет минус миг делаем снова жесть я просто убить не могут добра больше пойдем пробок по нету совсем уже стан зашел хорошо вообще у меня нет хп чтобы драться надо драться пойдет жесть фантома в лейте выигрываем такими билдами там сларк правда помог че у нас есть там рейси пида в магазик жалко что я не так и не взял волка с номинатора то есть хорошо умидаст помойку давайте не сначала зафарминами даст помойку еще надо сделать этот шарт жесть чем будет жесть чем будет хорошо продаем можно в куре было оставить но я хочу продать его уже ничего страшного жесть посмотрите на моего тхд просто страшнейший айтем страшнейший хорошо подходит гоу зайдем сюда еще кмана регена какого нибудь да жесть посмотрите орна 48 минут игра кстати долго долго играем еще шансы проиграть есть кстати арбал 22 ассиста у меня я наверно топ ассистер ну да топ ассистер давайте travel возьмем travel возьмем с тревелом получше будет как раз и потом еще что сейчас после низа заберем шарт еще ну прикольно вроде неплохо интересно так знаете с руки наваливаем вроде тоже с руки вроде наваливаем но незаметно знаете фраги не сыпятся когда оно такое какое-то когда фраги не сыпятся не очень интересно но тем не менее фановая к . ребят ничего страшного так о реки цепляет цепляет зацепил бар у нас реки вот там наверно сильверуха уже есть о крест стали хорош подхукает еще сильвер щас будет как сюда зацеплю это мой клиент ну да и на себя хорошо нормально отхиливаемся жеесть табор надо задушить есть у меня хп уходит просто с радиенсом опа ошибочка товарищ фантом хорошо забавно о бэйбэкнулся захочет прыгнуть прыгай родин все же напрягает по чуть но иллюзии плотненькие сразу не умирают вот так вот сделаем и пошло это отхилимся от него как сларк забивает забирает все я не понимаю как он все забирает ты молодец старался он реально старался фантом ну вот такая ребят катка у нас фановая керри не знаю фрагов мне вообще не дали но но вроде собрались прикольно прикольно почему нет фанова 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 жесть блин 36 ассистов но как видите блин артефакты хоть и прикольные но не дали вообще никаких фрагов не знаю все фраги позабирали но вроде прикольный билд такой жирный несколько драк было прикольных но не знаю смотрите сами скучно не скучно вроде интересно и необычно такого блин мало где увидишь друзья в общем на этом я свой гайд заканчиваю надеюсь вам стало понятно кто такой твин хайд дрэгон первые две катки посвящаются тем кто любит прям классику классику твин хайд дрэгона и третья карточка как вы видите такая фановая друзья ну на ваше усмотрение на ваш суд обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал если ждете свой гайд ну не забывайте что на канале уже очень много новых гайдов и не забывайте про рубрику один на один прям пушечка заходит вы рады и я рад что я для вас такое сделал друзья и буду делать дальше в общем на этом все с вами был ксен азас ребят до скорого на подпоминку и подпоминку будет подпоминку дм Продолжение следует...